Михаил Прохоров приветствовал факт несения в Госдуму законопроекта об амнистии предпринимателей. Однако лидер гражданской платформы предлагает поправки в документ в Фейсбуке. Прохоров написал, что значительная часть амнистируемых была специально скомпрометирована их конкурентами с целью захвата бизнеса. Нужно дать людям возможность добиваться возврата того бизнеса, который был у них до осуждения, считает политик. Первое чтение законопроекта об экономической амнистии запланировано на 2 июля. Профильный думский комитет рекомендовал принять внесенный сегодня президентом документ. Ходорковский и Лебедев под условия амнистии не попадают, сообщил адвокат Лебедева Владимир Краснов. Освободить предлагается тех бизнесменов, кто уже возместил или готов возместить ущерб и при этом осужден впервые. Тем, кто считает, что попадает под условия амнистии, дадут полгода на оформление документов и рассмотрение их прошений с момента вступления закона в силу. Судимость снимут и из тех, у кого условный срок или они уже выпущены досрочно. В ассоциации менеджеров считают, что кроме амнистии нужен еще целый ряд шагов со стороны государства. Участвуя в различного рода обсуждениях данной темы до закона, общество демонстрировало крайне резко негативное отношение к людям предприимчивым и что-то создающим в нашей стране. Только что были опубликованы результаты Левада-центра, в котором говорилось о том, что только 25% в обществе поддерживают идею амнистии. А значит, по большому счету, этот шаг, этот лишь первый шаг к выстраиванию нормального отношения общества, государства, общества и бизнеса в нашей стране.